Сбор информации, рассылка ориентировок, координация поисковых групп. Наталья Хаустова занимается этим ежедневно. Девушка руководит Саровским филиалом поисково-спасательного отряда «Волонтёр». Помимо своей основной работы, его добровольцы круглосуточно принимают заявки и ищут пропавших людей. Заявка в работу принимается только после того, как подано заявление в полицию. Заявка приходит инфоргу. Инфорг собирает всю необходимую информацию, принимает решение об сборе на выезд добровольцев поисковиков, либо заявка переходит в инфопоиск. За последние два месяца саровские добровольцы приняли 25 заявок на поиск. Успешный исход во многом зависит от своевременного обращения и слаженной работы всех участников. Часто специальное оборудование и экипировка не нужны. Для поисков в лесу достаточно иметь программу на телефоне, которая фиксирует перемещение. «Для поиска людей в природной среде создаётся карта, она делится на квадраты и задачи даются по квадратам. То есть группа идёт в квадрат, выполняет там задачу, допустим, либо это работа на отклик, либо это прочёс. А потом возвращается в штаб, все эти данные сливаются на компьютер, картографу, координатору, который координирует поиск. И они видят, какой квадрат у нас отработан, какая территория закрыта». По Нижегородской области функционирует 16 поисково-спасательных отрядов «Волонтёр». Саровский – самый молодой. В нём состоят около 10 добровольцев, которые каждый день безвозмездно помогают жителям нашего города и области найти пропавших близких. «Видеть лица спасённых людей, лица их родственников, слышать слова благодарности, наверное, мы называем это зарплата. Потому что ощущение, когда ты сообщаешь о том, что человек на один жив, оно ни с чем не сравнимо». Добровольцы ликвидируют опасные объекты, размещают указатели там, где можно легко потеряться, тушат лесные пожары и проводят уроки безопасности. Организация обучает своих волонтёров, проводит тренировки и сборы. Любой желающий может стать активистом поискового отряда. Вступить в его ряды, получить подробную информацию или заявить о пропаже человека можно по телефону, указанному на экране. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.